Итак, пришли мы с вами на самую окраину города Саранска. Так год назад стартовала экскурсия Дмитрия Фролова. Вместе с удалым стрельцом, защитником государю в их рубеже, практикующие гиды отправились в бунтажный век. Показывая исторические планы столицы республики, автор проекта объяснял, как назывались районы города и где заканчивались границы Слобод. Сегодня в руках Дмитрия Викторовича новая книга образа старого Саранска с планами, видами и комментариями. Ее легко можно использовать в качестве путеводителя. Слободы городские, они как раз отрисованы в специальной главе, которая называется «Карты и планы». И здесь мы также видим то, как развивался город. И когда велась работа над этой книгой, то стало совершенно понятно и документально было подтверждено, что практически дореволюционный Саранск в своих размерах, он сложился уже к концу 17-го столетия. А в 18-м столетии он только несколько вытягивался к северу, немножечко к югу, и Слободы взаимопроникали друг в друга. Где когда-то была окраина на не самый центр города, здесь и сосредоточена большая часть сохранившихся исторических объектов. Например, Успенский храм, прилегающий к Пушкинскому парку. Раньше назывался «Успение Божьей Матери», относился к переведенной или ремесленной Слободе. До революции здесь был храмовый комплекс из нескольких церквей. Вот мы видим Успенский храм 18-го столетия. Была отдельно стоящая колокольня конца 19-го века и сохранившаяся Никольская церковь, которая ныне освящена как Успенская в память об Успенском храмовом комплексе. То есть вот так на самом деле все непросто. То есть сейчас сохранился храм 1802 года. Вот здесь мы можем прочитать, что он был построен иждивением прихожанина, купца Дмитрия Максимовича Казицына. Открыть для себя неизвестный Саранск туристы могут по своему сценарию на выбор нескольких вариантов маршрутов протяженностью от 2 до 7 километров с длительностью от 40 минут до 2,5 часов. Если уж у человека совсем мало времени, то можно, конечно же, покрутиться на пятачке на бывшей соборной горе и посмотреть какие-то основные достопримечательности бывшего городского центра, который и сейчас, к счастью, также и остался центром города. Или можно спуститься вниз в нижнюю часть города и посмотреть достопримечательности нижней второй, или, как ее называли, астраханской части города. Прошло больше 30 экскурсий. И, к счастью, все посетители остались довольны, оставили самые теплые, самые приятные отзывы и всегда очень много желающих на подобные экскурсии. Это послужило стимулом, говорит Дмитрий Фролов, чтобы отправить заявку на всероссийский конкурс туристических маршрутов «Открой свою Россию». Сейчас авторский проект «Слобы до Старого Саранска» изучают эксперты. Думаю, ждет какое-то расширение, поощрение и, наверное, использование гораздо более широкой, то есть не только авторам экскурсий, но и, наверное, другими практикующими гидами и экскурсоводами по городу Саранску, с которыми, собственно, я всегда совершенно спокойно, свободно и совершенно бесплатно делюсь своим опытом и своими наработками. Ну а после выхода книги, я думаю, что этими наработками могут воспользоваться вообще все желающие. Презентация новой книги запланирована на 9 сентября. Не пропустите! Алена Маскалева, Игорь Гангаев и Андрей Просвиркин. Наш Новость. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова